итак здравствуйте мои любимые друзья в предыдущем видео по планетке у нас с вами была вот такая вот штучка то есть я сделал в принципе уже как бы такую продвинутую версию планеты с такими шейдер очками типа стиками этими палочками которые указывают куда прилетает линия теперь же у меня немножечко все поменялось на смысле добавилось есть значительный прогресс сейчас я вам даже покажу какой значит сейчас что я добавил во первых я добавил импорт шрифта как видите здесь идет вот эта вот надпись это именно шрифтом 3d шнём то есть там в игре лавским смысле не обычная надпись дивами какими-нибудь там вот поет потом я добавил подложечку как видите типа сбор до радиусом таким хорошеньким красивым дальше к этой подложке идет такая типа как бы стрелочка стрелочка нового просто треугольничек который указывает в точку куда опять же прилетает линия ну допустим вот линия летит до отсюда прилетает она сюда там идет бум и вот в этом месте куда она прилетает это стрелочка смотрит в общем я надеюсь там уже все закомпилировалась за компостировалась и сейчас что-то будет добавил в общем количество фпс-ов чтобы мне показывала а кстати добавил себе еще процессор новенький ядер чуть-чуть поэтому немножко получше сейчас будет запись в общем как видите сейчас я сделала заново чтобы можно быть вы обратили внимание на анимацию появления вот этих вот штучек то есть помимо того что вот эти ну как бы стики эти вылетают из как бы центра планеты сейчас еще раз покажу обратите внимание на этот стик палочку короче эту вот ее нет и вот он такая раз появляется на теперь и получается но здесь цвета такие конечно как бы тестовая поэтому они немного странные здесь красный допустим можно сделать допустим черный или и синенький такой на эту стрелочку можно сделать стрелочку а треугольничек можно сделать допустим белый чтобы он был в тему как бы и все это будет смотреться намного лучше чем сейчас например здесь вот еще синий тестировал такой ну голубой какой-то вот получается как бы добавил уже я достаточно много и в этом уроке будет тоже достаточно много информации потому что потому что ну не знаю почему потому что просто ею много будет в общем сейчас как видите вот если я кручу планетку на вот этот как бы голубой этот или синий как назвать его синий голубой шарик который сфера он крутится вместе с моей мышкой да но это можно как бы пофиксить чтобы если даже мы вращали орбит контрол сам всю нашу сцену да то этот как бы сфера имитирующая атмосферу планеты она оставалась на одном и том же месте как приблизительно сейчас она остается на одном и том же месте но единственное что как бы вот по поводу кручения еще у меня вопросики а так в принципе меня уже например вот все устраивает единственное что я бы хотел конечно от вас какой-нибудь получить обратную какую-нибудь обратную связь дело в том что мне это завод смутные сомнения по поводу того что нужно ли создавать какие-то здесь объекты то есть откуда летит линия здесь конечно я немножко перепутал а здесь начинала австралия она прилетает из чина в австралию здесь полетает в исландию из северной америки здесь прилетает из какой-то там восточной части россии вашингтон и здесь прилетает откуда-то там из африки в южную америку вот и нужно ли ставить ну допустим такую же вот например цилиндру на сюда либо же нужно ли делать такую подпись здесь то есть желательно чтобы вы дали какую-нибудь обратную связь по этому поводу если вы конечно смотрите вообще все это и вам это все интересно так ну что ж в принципе еще раз пробегусь быстренько потому что я добавил значит во первых это скругленная вот эта вот геометрия то есть это не просто plane такой ну с квадратными такими с прямоугольными углами да а это именно шейп который создан с помощью ну как сказать линии да с помощью линии шейп создан и с помощью этого шейпа уже создана определенная геометрия то есть она кривая но как бы не нестандартно так скажем да и по поводу с помощью этой геометрии создан такой вот красивенький как бы сборно радиусом этот подложечка под текст потому что если допустим ее не делать соответственно текст будет плохо читаем например если его сделать например таким вот цветом каким-то бирюзовым да то на этом фоне да если вы покрутите там свою сферу допустим атмосфера вы захотите чтобы вот так вот была типа имитирована соответственно он будет плохо читаем либо же если допустим вы уберете этот подложку атмосферу и сделаете прозрачное просто чтобы карта допустим была видна и у вас будет такого же цвета как текст фон приблизительно да то он будет тоже плохо читаем поэтому я решил заморочиться и сделать все это с подложкой, тем более, что в принципе по сути это все занимает очень мало места, и здесь их можно сделать хоть миллион, да, конечно преувеличил немножко но тем не менее, я думаю, вы понимаете о чем я вот ну и как бы смотрите, получается здесь теперь дополнительные параметры для каждого источника сделаны, во-первых цвет вот этой вот штучки, цвет фона цвет текста, а также удаление вот этих вот объектов всех трех, да, то есть текста подложки и указателя этого, от поверхности планеты, то есть если вам нужно еще выше поднять допустим сюда или ниже опустить, то этот параметр тоже редактируется в каждом из этих в каждом из этих, в общем как бы как сказать в каждом из массиве да, из массива данных этих в общем, все это так, значит, что тут у нас смотрите, вот такая вот сейчас у нас есть настроечка еще дополнительная glow-сфера но шоу glow-сфера это true сейчас поставлена, то есть смотрите, получается вот это вот glow-сфера я назвал ее то есть такая типа светящаяся сфера имитирующая атмосферу планеты и в общем в общем с помощью нее как бы получается такой красивый красивый дизайн самой как бы планеты, да он более такой скажем фотореалистичный что ли получается вот и если вы хотите вы можете это отключить на строчках просто допустим сделать false здесь и все и как бы посмотрим сейчас что произойдет так как сейчас поставлена здесь настройка показывать типа заднюю заднюю как бы сферу то есть сфера которая скрывает все элементы которые находятся допустим вот здесь вот этот элемент и линия они сейчас не видны потому что они где-то там но если в общем-то поставить здесь тоже false то соответственно соответственно все эти элементы они будут видны вот видите получается как бы задняя стенка планеты которая от нас находится ну как бы на заднем плане она видна сейчас и ну и допустим при вот такой настройке да при вот такой настройке что здесь тоже false получается что здесь немножко нелогично получается такая штучка вот что как бы карта сама не видна видите а объекты которые как сказать не относятся к самой карте планеты ну то есть вот этим вот кружочком да они видны как их скрыть я пока еще не знаю поэтому ну придумал такой типа временный может быть и постоянный как бы костыль который позволит скрыть эти элементы в виде вот этой вот дополнительной сферы ну типа если здесь поставить true то соответственно эта сфера появится и мы не будем видеть те объекты которые находятся на фоне естественно вы можете сделать эту сферу такого же цвета как и ваш фон то есть черного например в данном случае и она будет казаться ну типа прозрачным давайте сейчас так и сделаем если здесь сейчас допустим такой цвет то можно поставить на обычный хексовский черный цвет 0 и соответственно ну зрителю будет казаться что пользователю вашему да что сфера она как бы прозрачная то есть здесь черный и здесь черный и к тому же как видите вот эти вот объекты которые не шейдерные они скрываются а шейдерные шейдерные объекты они скрываются и так то есть вот если допустим вот это вот шейдерный объект вернее как бы объект не сам ну как бы материал шейдерный я думаю вы поняли то есть материал к этому объекту применен шейдерный и тогда он кстати видите уже нашел идейку как можно это сделать то есть применить ко всему шейдерный материал просто залить определенным цветом и таким образом можно скрыть как бе это все но к допустим к этому к этому как сказать как это назвать закругленному прямоугольнику можно применить материал просто который не будет показывать его заднюю часть и все то есть сайт допустим сделать не дабло сайт или не фронт сайта бэксай допустим или же наоборот фронт сайт зависимости от того какой как бы папой он к нам повернут то есть либо передом либо задом ну и также можно думать для этой линии хотя вот здесь она допустим нужно значит соответственно когда мы сюда переворачиваем я не должна быть в общем такое большое отступление маленькая как бы в чем заключалась основная задача моя ну в общем трудности в чем были в том что например примеры года есть как создать закругленную вот такую штучку да как я скоро скрулить но они допустим для другой версии ты джейс сейчас здесь полностью 26 используется можно поставить пакет джейсом вот 326 да и например если используется какую-то другую версию то вернее как сказать я начал с того что скругленный прямоугольник это да он не но на другой версии вообще написан пример кода старый и из-за этого не получалось его долго сделать кроме того вот это вот треугольничек вроде бы так казалось бы ну что тут такого но обычный треугольничек просто взял его создал там придумал себе какие-то три точки где-то нарисовал здесь взял их да где-то взял этих три точки получается смотрите у нас есть точка где находится как бы типа начальная начальная точка текста именно от текста остальное все пляшет к тексту привязывается задний фон и к тексту привязывается координаты вот этих вот трех точек которые составляют эти вот этот маленький маленький треугольничек и в общем получается сейчас я выключу анимацию потому что она в данном случае мешает анимацию вращения так можно это сделать в общем то и получается что это маленький треугольничек вроде бы ну ничего сложного и тем не менее смысле не сложного многозадачного так скажем тем не менее его было очень тяжело додуматься как создать потому что ну в общем наверное дальше я вам расскажу как видите здесь сегментов шрифта очень мало почему так сделано потому что допустим вы можете размещать как вы видите здесь на примере вы можете размещать здесь много строчные данные и надеюсь в будущем я сделаю так что но каким-то таким чудесным образом если допустим в одной и той же точке или очень близко будут расположены будут расположены несколько разных объектов да то есть если вы допустим не 4 добавить и как здесь сейчас а допустим там 100 и они могут слепаться то в будущем я хочу сделать так чтобы при новом наведении курсора мыши вот эти вот три объекта то есть вот это вот красненькая штучка белая подложка и текст они как бы увеличивались и может быть там смотрели на камеру там чтобы да вот допустим если я сейчас здесь допустим на виду чтобы он поворачивался на камеру увеличивался там или еще как-то в общем это уже там дело фантазии как бы адекватного смысла вот а сейчас приступим наверное к коду потому что на самом деле кода вроде бы немного но он как обычно непростой значит какие изменения были произведены ну во первых вот этот же фит я подписал а для всех как бы что это just for тест просто статс для того чтобы увидеть какая частота кадров сейчас на данный момент в сцене но как как вы должны понимать тут не совсем объективные показания потому что во первых сам этот скриптик немножко сжирает а может быть один кадр в секунду до каждый раз может быть там 0 5 когда в секунду ну неважно и во вторых ну он может быть тоже показывает сам по себе не очень достоверные данные я насчет его не уверен полностью потому что идут вычисления внутри браузера это же тоже внутри браузера поэтому на самом деле сколько здесь кадров в секунду ну сказать трудно но скорее всего он показывает более-менее те же самые данные что и в реальности здесь также можно не укладывать и какие-то там еще данные получить но я не знаю что это вообще за данные поэтому поэтому имею что имеем значит смотрите аниме джейс наверное в будущем и если вообще как бы это кому-то будет нужно я покажу каким образом можно его здесь не импортировать то есть например у вас есть вот страничка да а уже на страничке на этой хатэмейловской ну просто да обычно вы должны понимать что это обычная хатэмейл страница вот на ней допустим есть какие-то еще элементы кроме канваса в котором сейчас отображается весь вебгейл и и в общем то на этой страничке может могут быть тоже какие-то элементы которые вы анимируете с помощью аниме джейс и поэтому возможно его не нужно здесь импортировать то есть если вы уже его импортируйте где-то в хатэмейле у себя то потом в ну допустим в этой сцене в самой тоже его не нужно как бы импортировать поэтому есть как бы небольшой такой лайфхак как можно от этого избавиться так дальше 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 в принципе здесь по кода пока все остается так же как и было единственно что я не помню здесь сделал clear color это то это просто тут 0 ясно то есть прозрачный цвет добавить значит смотрите добавилось как я уже говорил ранее глава сфера и ее цвет вы можете указать здесь тоже здесь наверное можно просто указывать не хексовским а именно просто обычным типа как-то 16 с 16 ричным но это тот же самый хикс только без решетки а с 0x впереди так добавился шрифт значит смотрите в чем особенность сразу начну наверное за шрифт как бы в основном ну если так поискать то старые примеры которые там есть как обычно на 3.js они сделаны с помощью джейсоновского шрифта то есть раньше в 3.js не было возможности импортануть ттф-овский шрифт а было возможно была возможность только импортануть джейсоновский ну короче формат шрифта он был джейсоновский это как допустим в той планете которую мы с вами раньше делали то есть которая не для прода именно просто вот я вам показывал как ее сделать здесь по моему был да вот получается фонд логгер который загружал просто обычный джейсоновский шрифт как вы понимаете сегодня но идет как бы война за сетевые ресурсы то есть поисковые системы двигают людей в ту сторону что нужно экономить ресурсы пользователя поэтому вот это допустим весит около 200 килобайт если зайти в статик фонс этот весит 80 кб как бы разница конечно же 120 килобайт это очень много по меркам допустим там сайта на которые могут зайти там потенциально там 10 тысяч даже человек понимаете то есть трафика вы уже достаточно много сэкономите просто научившись брать ттфовский фонд ну шрифт в смысле фонд вот значит каким образом он подружается это я расскажу чуть позже а сейчас я объясню еще дополнительные изменения которые произошли как бы с технической техническая во первых позиции а во-вторых как бы добавились тут разные штучки которые собственно там текст его цветом и так далее и так далее в общем я так подумал и решил зачем мне городить несколько объектов если можно в одном и том же объекте указать и откуда линия летит и куда линия летит то есть таким вот образом я сделал здесь получается так и осталось латлон а вот этот объект который был следующим за ним я перенес внутрь этого объекта связи с этим у меня там возникла ошибочка то есть почему-то перестали бомбы происходить оказалось там они рассчитывались в зависимости от количества естественно как бы вот этих вот количества объектов внутри этого массива и делились на два получается если допустим было откуда летит и куда это один и второй элемент этого массива ну то есть нулевой и первой то стал это все один а там делилась на два и получалось что некорректное количество бомбов этих и они не запускались в общем такие дела но тем не менее естественно я все это решил и теперь идем дальше значит текст как видите он может быть многострочный даже то есть даже многострочный здесь я просто для теста некоторые такие символы ввел китайский раз это пекин и это как какой-то там непонятный символ вместе с этим тоже в принципе вот но они и здесь не отображаются потому что особенность шрифта такая то есть здесь нет просто этих символов в этом шрифте если вам допустим необходимо будет иметь какие-то такие уникальные символы то есть китайский там японский то это уже нужно будет естественно подгружать сюда определенный шрифт здесь сейчас взят шрифт обычные скачаны из гугл фонса ну сейчас в принципе я покажу как все это делается потому что это как бы такое важное занятие я люблю когда гугли я люблю просто когда человек если объясняет он объясняет полностью не так что то вы же найдете там шрифт сами а потом пользователи входит в ступор как бы не пользователи человек входит в ступор и как где его найду в общем этот шрифт поддерживает и кириллические написания и наверное русские так понимаю уже в принципе затестить сейчас это так как запущен сервер можно затестить что-то нам скажешь текст допустим я ч сейчас он перерисует как бы это находится здесь ну и как видите получается русские символы тоже поддерживаются единственная конечность что здесь как бы нет такого понятия как допустим флексы там ксс вски на такого вот понятия тут просто нет поэтому здесь все чисто на методом тыка получается то есть например видите здесь получается текст чуть выше здесь текст чуть ниже здесь текст типа посередине вообще так классно вроде бы от чего это зависит это зависит от размера видите здесь он очень маленький здесь еще меньше а здесь большой и как бы такую возможность я тоже сделал чтобы допустим вы могли выделить какие-то важные моменты да все остальные сделать более мелкие вот но тем не менее из-за этого немножко страдает получается ну как сказать страдает вот это вот позиционирование текста приблизительно он всегда по центру но как видите не всегда и кстати видите получается здесь вроде отступ ну типа пейдинга вроде бы приблизительно почти одинаковый здесь он уже идет почему-то ну такой большой здесь как бы тоже не такой как как бы как хотелось бы потому что здесь также нет такого понятия как допустим текст алинг центр все это нужно создавать руками вот делать это достаточно ну как сказать трудно то есть понять как все это сделать а потом еще реализовать с ну как бы с тестом массы параметров целой то есть допустим там размер шрифта разный шрифт там и так далее в общем все это время 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 хочется уже закончить хотя бы на на вот таком вот уже этапе планету да и начать что-то новое уже затем создавать какие-то допустим там дополнительные фишечки для планеты вот хотя естественно мы с вами учимся и на планете тоже но что я так смотрю она уже никому не нравится там что-то просмотров вообще очень мало стало ну как бы это естественно я не для просмотров дело это просто дело для того чтобы вы могли тупо заработать денег узнав что-то новое для себя вот а дальше я продолжу как бы пояснять код ну здесь я думаю в принципе достаточно понятно вообще все подписано это вот я пометил что new то есть новые данные здесь потом я уберу это естественно то есть сам текст, text color, text size bg color это как будто прямоугольничек со скругленными углами здесь текст stick color это получается вот это вот треугольничек о котором я вам говорил ранее то есть вот этот вот красненький в общем в принципе то уже его можно сделать ff-овским да чтобы так ну как бы вид более-менее был красивый и как видите сейчас он изменится и уже будет гораздо прикольнее смотреться потому что красный он вырви глаз такой цвет естественно где-то там центральная Африка почему ты не изменился так пекин ff в принципе везде можно поменять ff вот здесь вот здесь такой вот вариант и здесь я кстати сделал для вас пометочку что если этот параметр вы указываете здесь какой-нибудь цвет то соответственно добавляется а то есть добавляется как бы задний планк ну этот скромленный этот прямоугольник к тексту если вы не указываете этот параметр то он соответственно не добавляется точно так же со стиком ну я так понимаю что допустим дальше если кто-то это будет использовать например то параметров в принципе достаточно много и добавлять еще там текст шоу там стик текст шоу бг там допустим да это достаточно прибавляет так сказать данных поэтому я решил обойтись только одним параметром это там цвет их если цвет указывается соответственно эта штука добавляется то есть по сути ну как бы здесь значение по умолчанию отсутствует значение по умолчанию является либо да если есть либо нет если нет и вот видите получается уже я поменял на белый цвет и оно так более менее уже так дизайн стал получше и такой ужасный здесь допустим белый цвет но синяя подложка и она уже как то смотрится немножко не так сказать криво вот а в остальном уже намного конечно симпатичнее так ну что ж пойдем дальше значит create text and pointer что это за функция такая ну наверное начать нужно не с нее а именно с текста значит смотрите здесь ttf loader и font loader они как бы работают в смысле выполняются совместно так значит здесь было добавлено ttf loader text geometry и font loader для чего это добавлено естественно для того чтобы текст работал здесь даже есть font loader этот я раньше его что то добавлял просто из другой версии 3.js в общем неважно надо это удалить так ну и как бы да понеслась дальше для чего нужна эта переменная изначально получается какая ситуация у нас есть вот этот файлик шрифтовский допустим он здесь весит 80 кб вы там можете найти какой-нибудь файлик который весит больше либо меньше ну в принципе по сути неважно даже его вес какой ну а главное то что он приходит пользователю по сети то есть каким образом происходит запрашивается эта страница да какая-то ваша какая-то страница ну или допустим это же и по сети приходят данные ну я думаю вы понимаете о чем я говорю то есть флотка флотка network обновляю и как бы ну переходим допустим в шрифт наверное он сейчас тут должен появиться не появляется потому что это xshar видите вот он xshar выполнился выполнился выполнилась подгрузка шрифта и получается здесь есть какая-то там задержка вот 8 миллисекунд это учитывая что это localhost и ну как бы это находится на HDD поэтому возможно такая большая задержка а так вообще как бы должно было быть много быстрее как видите у меня здесь поставлен disable cache ну то есть отключить cache соответственно это все подгружается именно с сервера к чему это все к тому что шрифт подгружается с сервера значит ну допустим вот функция функция рисования так скажем текста она должна выполняться только тогда когда уже подгрузится шрифт потому что чтобы нарисовать вот этот текст ну любой из этих текстов нам нужен сам шрифт то есть 3.js должен знать каким образом какие там глифы да в этом тексте и как их там оптимизировать и все остальное и соответственно вот эта переменная она для этого и нужна для того чтобы ну изначально допустим undefined потом когда подгрузился шрифт то этот этой переменной мы задали значение самого шрифта как бы здесь tf loader const loader ой в смысле const loader фонт loader нужны для того чтобы ttf loader соответственно подгружает именно ттфовский шрифт парамс фонд который лежит в парамс фонд а фонд loader уже как бы парсит этот шрифт как видите здесь то есть получается здесь идёт два этапа сначала идёт загрузка ттф шрифта не забывайте что здесь только ттф нужен не вов там не вов 2 и разные другие форматы вот а потом уже этот шрифт как бы в браузере разворачивается там двоичный код какой-то да там свой с помощью вот этой функции то есть по сути это то же самое происходит что было и раньше здесь шел сразу фонд loader без ттф loader а сейчас получается мы используем здесь не фонд loader а ттф loader а фонд loader мы используем только для того чтобы распарсить те данные которые как бы лежат в самом шрифте то есть ну бинарные данные по сути чтобы 3.js знал как выглядят глифы и как их рисовать собственно ну в 3d пространстве уже тут как бы было несколько вариантов сделать допустим эти штучечки тупо дивами но как бы относительно производительности я же за нее как бы топлю всегда переживаю насчет этого потому что естественно есть и телефоны допустим ну как вот допустим у меня восьмиядерный вроде но у него слабенькая видюха поэтому поэтому как бы нужно ориентироваться на то что допустим у пользователя может быть в принципе достаточно ну как бы мощный телефон но тем не менее он может как бы тупить на таких больших как бы проектах на таких больших сайтах так как здесь уже и так достаточно много геометрий особенно если допустим вы увеличите количество шариков то их будет еще естественно больше и добавлять еще как бы ну короче получается неадаптированные шрифты какие-то там либо же неадаптированные вот эти вот разные элементы это было бы как бы ну как сказать странно с моей стороны поэтому я пытаюсь все оптимизировать максимально чтобы ну как бы эта сцена была была нормально отыграна в любом устройстве на любом устройстве которое бы не запустило его даже допустим на каком-нибудь старом там не знаю самсунге или еще чем-то ну в общем я думаю вы поняли по поводу шрифта то есть это переменная которая принимает в себя сам шрифт уже распарсенный как бы дальше для чего она используется естественно используется для того чтобы чтобы нарисовать как бы текст который нам нужен в общем что тут происходит у нас we are waiting for the font to download towards the network в общем получается если 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 что это в общем make trail в общем это у нас получается идет цикл который перебирает все данные которые есть в объекте с данными то есть с шрифтой на логотое и так далее и в этом же цикле я прохожусь по такой штуке как шрифт если он недоступен в данный момент я ну в смысле undefined естественно я думаю вы поняли я создаю такую штучку как сет интервал что она дает я думаю вы знаете что сет интервал в стеке как бы выполнение кода я вас крипта помещается на самый как бы последний этап ну то есть очередь выполнения его в самом конце здесь 100 миллисекунд ну как бы 100 миллисекунд это ожидание для того чтобы этот шрифт как бы подгрузился получается таким образом что идет распарсивание самого скрипта который ну как бы выполняет вот этот весь код дальше 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 икс и шаром подгружается как вы видели этот шрифт и вот приблизительно там сколько если если ну с локальной сети как бы он подгружается с локалки за 8 миллисекунд то думаю за 100 миллисекунд даже на там плохом интернете 8 килобайт те которые сейчас на данный момент есть да они должны подгрузиться ну в принципе достаточно быстро ну в смысле как сказать не то чтобы быстро а должны подгрузиться уже стопроцентно так сказать опять же если его нет а как я не знаю короче как я тут сделал и текст если нет фонд 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 короче как то оно все работает поэтому лучше не трогать если получается фонд есть undefined если уже не undefined а ну да получается если не undefined это это короче надо затестить еще потестить это потестить потому что 100 миллисекунд допустим на 3g и 8 килобайт когда они там прилетят все неизвестно конечно даже 8 2 но в принципе там где будет конечно же в общем надо это затестить в общем теперь получается идет сет интервал 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 то есть этот этот интервал не прекращается пока шрифт не станет как бы доступен видите то есть здесь получается я проверяю да то есть тестить просто не надо нет смысла потому что если он undefined то все это будет выполняться только я не понимаю почему тогда а ну да это же получается этот цикл он отрабатывает а потом уже идет остальной код а шрифт у нас подгружаются без интервала правильно там просто x и шар идет да здесь есть некоторые перемены которые уже не нужны забыл их убрать тоже не надо по моему уже потому что я разобрался что как бы и без него можно обойтись вот значит это я чуть позже расскажу ну в общем в принципе раз оно работает сейчас то в принципе можно даже затестить сейчас попробовать да вместе с вами как раз в принципе может если кто не знает здесь ставим fast slow slow 3g и пробуем загрузить все это дело естественно оно будет загружаться очень долго потому что здесь разработческий бандл он там весит несколько мегабайт а так как интернет слабый он будет подгружать его очень долго 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 пытаться вот такие вот дела как видите он грузит его грузит теперь получается когда он его загрузит там 2 мегабайта с чем-то сейчас он его начнет распарсивать здесь кстати тоже по моему уже можно эмулировать даже типа проц поменьше сделать ну короче такие уже крутые штуки заехали сюда вот видите получается он его распарсил и понеслась подгрузка шрифта там и всех остальных этих штук и как видите даже учитывая то что как бы я выстрел самый слабейший интернет который только можно придумать все равно как бы это все отработало хотя я ну как бы сам не до конца понимаю почему так но зим по идее здесь короче если он работает значит не трогай так с это интервал короче неважно какая функция как она называется интервал этот я здесь очищаю я ставлю его undefined чтобы потом снова запустить его если у вас там допустим цикл будет из 100 или из 1000 элементов ну и собственно если мы же можем как бы передавать в данных здесь или не передавать текст соответственно вот эти вот все данные можно тупо убрать кроме последнего элемента потому что это куда летит без этого вообще работать не будет а без этих всех параметров то есть да здесь надо написать что это required required так без этих всех данных вообще вот без этих всех все будет работать то есть по умолчанию там будет бум там и так далее но здесь все по-английски правда но я думаю вы разберетесь написано вроде бы понятно так что происходит дальше дальше у нас происходит надо переключить вкладку чтобы освободить немножко высвободить процессор дальше у нас шрифт этот распарсился передался в функцию функция мы сделали функции мы сделали сет интервал для того чтобы все это нормально отработало где там ты шрифт так add font and more в общем здесь получается каждый раз когда идет итерация по циклу данных в которых содержится широта долгота и так далее откуда куда прилетает линия какого цвета и так далее мы создаем этот текст вот функция create text которая принимает в себя следующие параметры если навести в с коде то вы увидите их текст string ну короче position number and define короче здесь конечно type script это то я немножко не разбираюсь точнее сказать вообще почти не разбираюсь в общем rotation y дальше size размер шрифта font мультиплей скаляр или мультиплай как это правильно читается цвет bg plane text и color в общем все эти параметры но в принципе они довольно таки понятные я надеюсь то есть они берутся естественно из массива данных ну отсюда вот из этого массивчика и конкретно с этого места если вы их не указываете то соответственно ничего из этого добавляться не будет дальше эта функция ну как вы видите вот она собственно принимает себя следующие параметры это определенный текст по умолчанию написан default текст чтобы если вы допустим какую-то карказябрину сюда там втулите то он по-любому был строкой там и по-любому хотя подожди здесь наверное мне не надо его потому что он же может быть undefined это правильно вот так наверное будет правильным потому что если я его а в принципе это не добавится он вообще не добавится если как бы здесь надо еще проверить фонд если этот параметр не равен undefined а ну да точно здесь не undefined то есть если он уже загружен понятно или undefined наоборот если он да все равно получается в стеке это все последнее выполняется соответственно это все подгружается ну вроде бы все здесь логично здесь получается я добавил если вообще есть текст то есть если текст не указывать по идее он не должен добавится давайте проверим значит что там у нас чина короче в принципе вот это все закомментировать надо как бы чтобы затестить и посмотреть что произошло так тут выключено все не собой конечно можно пока убрать потому что уже это не нужно интересно а то есть я добавил этот параметр а теперь он вообще теперь не показывается create text раз два раз два если не если да если есть если он есть а я получается указал если он немножко туплю потому что туплю вот и смотрите получается где мы его убрали мы его убрали если я его убрал чина пакин то есть это Австралия у меня так немножко все по странному вот получается здесь так как текст убрали осталась только палочка соответственно если допустим даже вы укажете все остальные параметры кроме текста то все равно это не будет выполнено потому что основное это текст если не будет текста не будет соответственно подложки под него не будет указателя и не будет там остального всего так дальше create text это как бы такая громоздкая функция потому что в ней сразу добавляется несколько элементов я не стал это разбивать потому что это будет еще сложнее считать чем сейчас поэтому смотрите здесь есть такой параметр как хейт текста соответственно соответственно у текста может быть своя высота то есть сейчас я если получится так по-быстренькому по-быстренькому сделать показать у текста может быть своя высота то есть видите у него есть какая-то там 0000 4000 короче высота его можно допустим сделать один там будет очень большим допустим таким же как сейчас типа вот это вот цилиндр этот но я оставил типа по умолчанию такую потому что по сути по сути ну как бы он будет выглядеть как flat текст а что если здесь поставить ноль интересно интересно что если здесь поставить ноль по идее он будет без выдавливания вообще так текст получается тогда без выдавливания значит следующий параметр текста что очень важно определяет его количество сегментов сейчас я переключу пока и тут тоже у меня как бы к вам вопрос какое здесь оставлять значение смотрите если один оставляем то в принципе издалека он смотрится ну так нормально да ну вот особенно такой мелкий шрифт смотрится нормально даже в принципе вот с такой позиции как бы смотрится нормально и этот большой текст если вы будете конечно его увеличивать типа ну допустим представим что вы его сделали больше да то есть этот параметр то соответственно уже мы будем видеть сегменты текста и вот здесь такая стоит задача ну перед перед вами мне дать обратную связь как бы если вы досмотрите вообще до этого момента нужно ли увеличивать количество сегментов что это значит количество сегментов это вот этих штук ну вот как как бы видите этих как бы кривых которые вот это все делают их будет больше соответственно текст будет более мягче но его увеличивая количество этих штук level и если допустим добавляете ну здесь там тысячу грубо говоря символов текста да или там 000 символов reven будет то соответственно у вас здесь будет представляете сколько вот этих вот сегментов умноженное там один получается вот допустим одна буква c там получается сегментов 1 2 3 4 5 где-то 12 около 12 до этому я допустим еще больше у каких-то более как бы трудных по своей по своему написанию букв еще и больше вот и поэтому соответственно чтобы не сажать всю память которая у вас есть на устройстве желательно как бы оптимизировать все это ну короче я вам в этом параметре сказал в принципе на данный момент это все более-менее нормально выглядит поэтому я оставляю пока именно количество сегментов а единица чтобы не увеличивать потребление памяти потому что есть некоторые шрифты которые которые очень такие замудренные типа там точечками они нарисованы ну типа как допустим табло которое там бегущая строка на рекламе я думаю вы поняли о чем я вот есть типа такие шрифты соответственно вот представляете они если состоят из этих кружочков то там вот этих сегментов будет очень много если вы будете сделать делать именно вот эту настройку большую то просто у вас ляжет браузер и не откроет сцену даже если там будет написано мало текста допустим там символов 40 50 то есть у меня такое уже было поэтому я вас предупреждаю дальше конечно же здесь такие вот манипуляции идут как как мультиплей скаляр или мультиплей я не знаю как это читается мне по сути не важно главное чтобы вы понимали что это за штука эта штука которая отодвигает как я говорил раньше сам текст от поверхности планеты то есть она умножает вектор но по сути от нулевого вектора то есть от центра куда-то то есть в ту сторону куда как бы ну по оси z по сути то есть от центра вот отсюда да по оси z она отодвигает вектор то есть получать смотрите вот у нас есть вектор какой-то мультиплей скаляр и она его отодвигает на какое-то значение то есть как бы этот параметр в настройках он выглядит вот так текст дистанции но я здесь его сделал более так надеюсь понятно текст потому что к тексту относится от дистанции потому что дистанция получается дистанция текста и уже от этой дистанции все остальное дальше пляж то есть во первых идет подложка под него от текста зависит и соответственно вот этот треугольничек с которым я очень научился получается дальше что дальше идет дальше идет сейчас функции это вернусь здесь я вращаю текст так чтобы он смотрел в нулевую точку то есть смотрите получается так как текст создается на разных как сказать но изначально допустим он смотрит только на камеру да вот вы представьте создаете вот этот текст он смотрит на камеру на вас и так бы его его не размещали вот здесь вверху здесь сбоку или здесь сбоку или здесь минус и это то всегда смотрит у вас вот так вот как этот соответственно его нужно повернуть к поверхности планеты как-то чтобы пользователь потом мог покрутить и когда он крутит но это я надеюсь так допустим что пользователь будет крутить там или сама планета крутится да вот тогда и и тогда он видит а не так что это все видно посту короче тут принципе тоже можно по дискутировать насчет этого можно допустим повернуть к поворачивать каждый раз вот эту подложку как также как смотрит камера то есть по сути всегда она будет смотреть на вас вот типа вот так только ровно вот и насчет чего я рассказывал уже сбился и получаться текста изначально я ложу как бы на поверхностью перпендикулярно поверхности планеты то есть по сути нанизываю его на вот этот вот штырь вот нанизал и все теперь он как бы лежит на плоскостью своей к поверхности планеты вот так допустим надеюсь так понятно так закрою пока это вот и так как он уже лежит на плоскости то соответственно мне его только нужно там немножко перевернуть здесь есть такой параметр как rotation y rotation y то что вообще значит но по игреку получается он определенным образом смещается то есть я могу его по игреку это типа вот отсюда его переместить сюда чтобы он как бы больше это со вот эта часть короче ближе к планете было в общем дальше транслейте немножко его я надеюсь вы знаете что это за штука это в принципе похожая на ксс штука которая транслейте тому ксс транслейте знаете что это такое это перемещает объекты как бы не меняя его позицию ну как бы типа позиции допустим его остается прежнее но визуально он смещается вот это то же самое только в 3g с естественно здесь она все работает намножко немножко как сказать ну короче вы знаете как сложнее глупее умнее потому что это 3g и это трехмерный мир они просто flat двухмерный как бы который в ксс их и вот эти вот параметры вот эти параметры задвигают этот текст немножко чтобы мы могли его отодвинуть от вот этого флагштока как я там раньше называл и сейчас в принципе называю то есть если текст пододвинуть сюда то соответственно все это будет слепаться вот эта линия она вообще потеряет смысл потому что она будет пара параллельно идти флагштоку и теряться поэтому я немножко сдвигаю текст но в принципе так довольно прикольно выглядит да то есть принципе как на каких-то нам продвинутых картах типа вот и соответственно так думаю лучше для пользователя но здесь так как этот икон белый его плохо видно так как это демо данные думаю если вы будете делать уже там для себя вы подберете какие-то базовые цвета в принципе которые в принципе я наверное где-то 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 здесь сделаю чтобы можно было один раз указать и не каждый раз это хотя в принципе здесь если короче ладно так пока пока так так как я уже сдвинул текст то к нему я могу привязать и другие объекты но чтобы собрать создать вот это вот такую вроде казалось бы элементарную штуку да да если вы допустим фронт фронт эндер то создать такой девчик да и там спейн или еще что-то такое закругленными краями сейчас это вообще не составляет никакого труда но это же мир 3g с поэтому здесь все ну типа как допустим 20 лет назад ксс ах здесь нужно городе городить велосипед чтобы что-то достойное получилось поэтому я здесь оставляю естественно ссылочки где я взял эту информацию потому чтобы ну во первых для себя это очень полезно потому что допустим я это нагуглил как-то а потом я захочу более углубиться в это потому что там допустим пример один здесь он уже другой совершенно измененный и урезанный допустим оптимизированный там еще как-то и ну как бы и изначального источника всегда не хватает поэтому я оставляю комментарии чтобы потом для себя как бы облегчить себя немножко жизнь хотя бы чуть-чуть получается в принципе можно текст сдвигать на половину его ширины и тогда по идее он будет посередине но как бы вроде бы вот насколько я затестил дату то есть такие с таким вроде бы как маленьким значением там еще меньшим и большим то в принципе более-менее смотрибельно это все смотрится поэтому пока оставляю так как есть так так дальше идет тут вот магия в чем магия в том что вот эта штучка она позволяет узнать как бы ширину высоту и объем объем той фигуры которую вы создали в данном случае это текст то есть смотрите получается у нас есть текст у нас есть текста вот этот текст у него есть ширина для чего это нужно для того чтобы подложку под него сделать но хотя бы приблизительно такого же размера да она здесь немножко больше как бы это все зависит от многих параметров поэтому пока пока она вот такого не по центра да но в принципе даже так она смотрится более-менее нормально адекватно вот дальше мы узнаем его так как мы узнаем его ширину знали его высоту постоянную на в принципе но в смысле она не то чтобы постоянно но как бы высота она здесь как хейт она она в принципе зависит от сайза текста то есть так как я знаю изначальный сайс то высота мне уже здесь не нужно в общем вот эта штучка она дает возможность понять какой ширины высоты фигура которую вы создали но единственное что там она немножко опять же работает по странному как и все остальное в этом мире но я думаю вы разберетесь если захотите узнать как бы ссылочка есть если что почитаете главное то что это работает в смысле выполняется так как мы знаем его как бы ширину относительно почему-то оси z я здесь выбрал потому что и но как бы это было максимально оптимально то соответственно мы уже можем создать под него вот эту белую подложечку которая создается этим кодом который я нарыл опять же где-то там в сети это там было несколько вариантов каким образом можно было все это создать я вот нашел такой потому что он выполнился именно в этой версии 3gs в общем здесь есть небольшой фактор это как там это переводится я уже не помню для зачем и ну кати по типам ножить или по моему да в общем текст матч если если здесь у меня есть перенос строки соответственно ну соответственно но я думаю вы понимаете вот если есть здесь перенос строки то соответственно высоту вот этого вот прямоугольника мне нужно умножать на количество строк поэтому конечно же я их вычисляю лэн у меня есть если у меня лэн на не ноль то есть лэнс получается если в тексте есть перенос строки то соответственно это уже будет как бы и так понимаю массивчик да и либо либо массивчик либо либо пустой массивчик то есть соответственно лэнс у него будет ноль либо же это будет массивчик из вот этих вот совпадений то есть ну получается вот эти вот три строчки да 1 2 3 это будут элементы массива здесь и соответственно лэнс будет равно трем здесь допустим на данный момент да конкретно для той записи если лэнс здесь трем соответственно фактор я умножаю на лэнс плюс 1 то есть на 4 фактор у меня изначально равен 2 а 2 я умножаю на 4 получаю 8 и дальше size то есть шрифта размер шрифта я умножаю на этот фактор на 8 и приблизительно получаю адекватные параметры для подложки как видите то есть с разными вариантами которые вы можете использовать для себя то есть если здесь однострочный то он более-менее ну так пейдинг типа топ пейдинг ботом по центру вроде да значит здесь то же самое пейдинги вроде бы как нормальные единственное что слева и справа они немножко еще неадекватны ну может быть я с этим потом когда-нибудь разберусь но сейчас на данный момент меня все устраивает вот вот эти вот значения они как бы нужны для того чтобы нужны просто так у меня бы были с этим очень большие затыки потому что смотрите в примере для в примере вот этом там было просто вот так поставлено единички соответственно если ставятся единички то как видите подложка это она уплывает просто как бы она перемещается туда куда соответственно вызову и задаете в коде а так как в коде задано типа переместись на 1 метр метр на 1 метр вправо и на 1 метр влево соответственно она туда и перемещается поэтому здесь должны быть нолики но так как это используется очень часто соответственно нолики здесь как бы смысла особого нет везде писать поэтому просто две константы созданы они занимают очень мало места поэтому в этом нет ничего трудного страшного значит виз здесь тоже она подбиралась как бы методом тыка потому что зависимость от сайза то есть разные размеры текста соответственно разные должен быть виз возможно я еще потом подумая как это можно все как то можно все перевести более еще крутой вид но на данный момент так то есть она сейчас не зависит от размера сайза как бы можно сделать так чтобы она зависела еще и от размера сайза здесь это делится на какой-то там мной придуманный делитель здесь умножается на 2 потому что если не умножить на 2 то Соответственно, почему-то вычисляется текст только половину ширины Я не знаю почему, вроде бы из вот этого вот примера взято все Вроде бы должно все быть работать, но оно работает вот так вот через одно место Как обычно все в этом мире 3GS-овском радио Здесь, смотрите, единственное, что можно, допустим, сделать 2 Ну, как бы, size умножаем на 2 Соответственно, от размера шрифта зависит и бордер радиус этот Сейчас оно появится Как видите, он сейчас сделался таким, очень-очень здесь маленьким А здесь чуть-чуть побольше, но как бы таким Ну, соответствующим размеру самого шрифта, так скажем Поэтому здесь с этим параметром еще можно поиграть Ну, как бы, в принципе, 0.8 умножить или этот нормальный То есть он уменьшается в данном случае, потому что мы умножаем на 0.8 Соответственно, здесь он, ну, в принципе, такой более-менее красивенький Здесь тоже красивенький, меня устраивает, поэтому оставлю пока таким И здесь вот начинается еще одна магия, которая называется shape Что такое shape, можно почитать здесь Я оставляю ссылочку, как обычно Здесь идет магия вот этих шейпов То есть здесь указывается двумерный, двумерный вектор, как бы Где расположен, ну, как бы, рисуется эта линия Что я там объяснял уже, забыл А, shape, да Ну, как бы shape, это вот эта вот такая вот штука Ну, сейчас я просто сфоткаю, чтобы появились инструменты для рисования Они не появились, только уже на другом экране Вот, shape это вот такая вот штучка Вот, тупо вот это shape Есть, допустим, одна координата, вторая координата, третья координата и четвертая координата И, как видите, это все двумерный вектор Он просто расположен сейчас в нулевой точке То есть, Z у него 0 Представим, да То есть, поэтому смысла его использовать нет Поэтому, естественно Сейчас Поэтому, естественно, он здесь просто как двумерный И вот этими вот штуками всякими Мы, как бы, рисуем этот путь, который нам нужен Прибавляя здесь, отнимая там радиус Ну, в общем, вот эти все манипуляции, они взяты отсюда Поэтому, как бы, объяснять их очень долго Ну, и, как бы, смысла особо нет То есть, чтобы добиться вот этого скругления Используется параметр Три параметра, получается Нет, четыре-пять параметров Икс, игрек Виз, хейт, радиус Ну, вот пять параметров, в общем И за счет вот этих вот всех манипуляций Мы рисуем некий шейп Ну, то есть, опять же, вот эту штучку Ну, то есть, в принципе, вот Как здесь вот точки отмечены, да Видите, вот эти вот фиолетовые Вот эту штучку мы, считайте, нарисовали Только единственное, что мы еще здесь Закруглили вот эти углы Потом сюда же создается фейс просто Ну, то есть, заполняется вот это пространство Каким-то цветом Который вы укажете, естественно Вот, либо же, допустим, если вам не нужен Здесь заполняющий фейс То можно в iFrame True поставить И все Как бы у вас будет тупо вот эта вот Такая вот линия В общем, я думаю, вы поняли Поэтому, как бы, дальше объяснять Там показывать нет смысла И вот, в общем, собственно, этот plane Как бы, бэкграундный, фоновый Мы создаем с помощью Shape Буфер-геометрии Ну, как бы, буфер тут не надо Потому что все геометрии сейчас Наследуются от буфер-геометрии Поэтому она, как бы, вся буфер Поэтому буфер, слово писать Это просто сделано для совместимости Как видите, оно, как бы, все и так Максимально оптимально Поэтому смысла особо нет Писать буфер Это, кстати, недавно выяснил В общем, сюда мы передаем Shape Ну, как бы, здесь создается мэш Я думаю, вы понимаете Тут ничего вообще такого космического нет Это геометрия Это материал Материал мы берем BG Plane Ну, то есть, цвет Либо же по умолчанию ставим То есть, если цвет текста у нас белый То есть, здесь BG Plane Там такой, ну, как бы, синенький Голубенький Этот плей мы, я перемещаю По CZ, X и Y Определенным образом То есть, здесь, опять же, ну, чисто методом тыка Вот это все натыкано Поэтому, как бы, не судите строго Чтобы его нормально, адекватно разместить Вот это вот все магия происходит То есть, опять же, тут, типа, как KSS Translate Идут просто обычные И все Ну, единственное, что руками приходится подбирать вот это вот все параметры Чтобы оно смотрелось более-менее красиво Дальше, обратите внимание Этот плейн мы добавляем не просто на сцену А именно добавляем к тексту Почему так происходит? Если мы добавим его просто на сцену Он добавится где-то там Ну, типа, в начале координат То есть, в 0, 0, 0 И будет смотреть только в определенную сторону То есть, сколько бы вы их не создали То есть, а именно он будет Ну, сейчас, в принципе, покажу Так, так, так Ну, их сейчас не видно Потому что здесь есть хитден сфера Надо ее убрать False, false Ну, вот, видите, получается, они создаются в нулевой точке все И имеют вот такие вот артефакты Потому что они один на один накладываются И, как бы, WebGL не знает, какой из них отрисовывать в данный момент Потому что они все в одной плоскости лежат Поэтому приходится их добавлять Именно Именно там Именно к тексту Когда мы добавляем Вот этот playing к тексту Соответственно, он занимает Ну, приблизительно ту позицию В которой находится и сам текст Ну, вот, как видите, все, типа, починилось Дальше Texticolor То есть, что вот это вот за дичь Это вот этот треугольничек Если он есть, то, соответственно, он добавляется Если есть его цвет, то, соответственно, он добавляется То есть, можно его и без него обойтись То есть, если, допустим, сейчас поставлю False Чтобы там все и настройки эти не колупать То этот треугольничек просто не появится А подпись, она будет, как бы, типа, рядом с этим цилиндром Ну, я думаю, вы поняли, что это Флагштук, типа Соответственно, сейчас это все уберу Здесь, опять же, как бы, с помощью магии Гугла И удачи я нагуглил такие штуки, как Создание вот этого, как бы, треугольника На самом деле, как бы, вроде бы Такая Такая большая ирония Как бы, я вот не знаю, просто как это назвать Вот 3GS, да, мы берем 3GS логотип берем 3GS лого Вот ирония в том, что это все треугольники То есть, в 3GS, в MGL это все треугольники Чтобы вы не создавали, оно состоит из треугольников Но В данной версии 3GS В 126 конкретно, который мы с вами используем Так бы, как бы сказать Человеческого создания треугольника Просто нет Поэтому приходится его создавать через, как обычно Места разные, я думаю, вы поняли Фух И вот Теперь, получается, такая задача состоит В том, чтобы создать, собственно, этот треугольничек Казалось бы Ну, как бы, ну, вроде бы тут ничего такого нет Но я потратил достаточно, там, часа 2, наверное, 3 Для того, чтобы понять, собственно И нарыть нормальный код Который поможет в этом деле Нелегком И вот, собственно, этот код Там было, конечно, спрос на геометрии Но единственное, где нужно писать буфер геометрии Это здесь Ну и, соответственно, буфер атрибут Что здесь происходит Сначала создается некоторая абстрактная геометрия Пустая Дальше Создается Создается Атрибут для этой геометрии То есть, смотрите, получается Вот есть геометрия Да, представим, что это какая-то абстракция Пока это просто ничего Чтобы это ничего превратить в какой-нибудь треугольник Нужно несколько точек Так, так, так Это тут был карандаш А, вот И, допустим, выбрать желтый цвет Такой не... Сначала, то есть, ну, допустим, да У нас есть какая-то плоскость Сначала на этой плоскости ничего нет С помощью Geoms Это атрибут Position Мы задаем некоторые позиции точек С помощью которых будет формироваться эта геометрия Вот раз точка здесь, допустим, да Здесь вторая точка И здесь третья точка И, так как мы указали вот эти вот три точки Соответственно, с помощью, ну, как бы, буфер геометрии Это все будет объединено в единую фигуру То есть, в этот же треугольник Который, собственно, нам и нужен Но Вроде бы здесь ничего такого подводного уже не остается Хотя Я, конечно же, как бы вас специально ввожу в заблуждение в данный момент Потому что я же 3GS И, ну, вот мы создали, да, треугольничек Казалось бы, что тут может быть еще такого космического? А нет Космическое есть то, что у нас есть только два вектора Вектор Где находится текст в данный момент Ну, вот этот вот текст, да Его, вот эта вот точка Самая, как бы, начальная, типа, которая считается 3GS У нас есть второй вектор Это точка, откуда, как бы, ну, куда прилетает линия Где находится бом, где находится вот этот вот зеленый флагшток этот И куда, собственно, должна, по идее, приходить одна из точек треугольника Ну, а у нас нет третьей точки Понимаете, вот в чем дело То есть, смотрите, получается же Треугольник, он состоит из трех точек И вот у нас есть одна точка Вот у нас есть вторая точка Но нет третьей точки И я очень долго гуглил Насчет того, как, собственно, взять просто вектор, да И его куда-нибудь транслейтом сделать Типа вот как есть транслейт, да Но транслейт применяется только для геометрии Для вектора Кстати, да, обязательно вам нужно почитать 3GS на русском Здесь даже есть описание на русском Какие там функции есть у вектора Вектор 3 И я еще, наверное, если я буду помнить об этом Добавлю вам ссылочку на один очень правильный канал Где один классный парень рассказывает Именно такие фундаментальные основы Которые, ну, даже некоторые продвинутые люди не знают В общем, здесь вот на русском все объяснено По поводу этого вектора Что тут можно с ним делать Естественно, здесь нет никаких примеров И от того, что вот здесь вот это написано Как бы понятия не становится Но, тем не менее, вы должны Ну, как бы не то, что должны Вы можете узнать здесь Какие вообще функции есть И попробовать их по stack overflow Видь, чтобы понять, что они делают В конечном итоге Потому что здесь, как бы написано На таком математическом языке Устанавливает данный вектор Как сумму векторов A плюс B Ну, а пример, можно пример привести? Нет, зачем пример приводить? Вот это же так все понятно Для математиков просто написано И вот, в общем-то, задача какая В том, что у нас есть вектор 1 Вектор 2 Но нет вектора 3 Вот этого вот Да, который составил бы Как бы этот треугольник Сейчас тут поближе Вот оно Где его взять? Ну, так как я человек настойчивый Я попытался все-таки Какими-то костылями Придумать, как взять этот вектор У меня-то уже есть некоторые вектора Правильно? Поэтому я создал Некоторую геометрию Сейчас я вам даже покажу Так, здесь Пусть 0,2 Здесь 3 Там пусть будет И поинтермов Здесь надо убрать Некоторую геометрию я создал Которая мне помогла Определить позицию Третьего вектора Потому что без нее Ну, вот она, в общем, белая Как видите Вот белая штучка Это вот середина ее Это позиция третьего вектора И когда как бы Я создал эту геометрию Тогда я смог ее отодвинуть На нужное мне расстояние То есть транслейт использовать Для геометрии уже Подвинуть ее на нужное мне расстояние То есть, ну, как видите Ее не убирая здесь Я, допустим, вот Обнаружил, что она, допустим Находится здесь, да И уже двигая ее Я понял, как мне нужно ее сдвинуть Так, чтобы она на всех Вот этих вот размерах Там на всех Ну, на как бы Верху планеты, карты И внизу карты планеты Она была нормальна И, в общем Эта штучка мне помогла Получить третий вектор Собственно, третий вектор Который, я сейчас напомню Составляет, вот Составляет, собственно Треугольник, да Вот эта вот штучка А вот эта вот Вот эта вот штучка Она получает Третий вектор За счет сдвигания его Можно, в принципе Сейчас я здесь Так вот сделаю За счет сдвигания его С помощью вот этих транслейтов То есть транслейты Вот этот вектор берут Как бы сдвигают его И получают Ну, вернее, как бы не этот вектор А берут Вот этот треугольник, да Который получился Ну, как бы это не треугольник А на самом деле Это циркл То есть Круг Просто из-за того, что здесь Три всего Точки Указано А не 12 Которые 12 бы создали Здесь Треугольничек, да И берется центр Как бы этой фигуры Эта фигура сдвигается С помощью транслейта На нужное расстояние Берется центр ее И получаем мы с помощью Этой фигуры Третью точку Короче, приблизительно так Еще раз поясню Сейчас Вот у нас есть Вот этот код Вот этот код у нас есть Который создает Треугольник Ну, в данном случае Треугольничек Треугольничек Вот такой вот Равнобедренный У этого треугольничка Есть центр Вот центр Этот треугольничек Позиционируется там же Где и находится Верхняя точка То есть это Нижняя точка Которая возле вот этой Вот штучки Флагштока Находится И дальше Получается Вот у нас есть Две точки Это как бы одна сейчас И вот есть вторая То есть Первая Вторая точка И вот где-то Должна быть третья И с помощью Транслейта Я сдвигаю Этот треугольничек Туда, где По идее По моей идее Должна быть третья точка И соответственно Ее здесь Создаю И дальше С помощью Ну как бы Киеметрии Которую я уже Рассказывал раньше Я просто туда Передаю Вот эту вот Пойнту Ну то есть Точку И Собственно Тем самым Формирую этот треугольничек Аллилуйя Аллилуйя Ну здесь уже Происходит Анимация Просто увеличивается В размере Текст Соответственно С текстом Вместе Так как К тексту Добавляется Подложка Подложка Увеличивается А здесь Еще Анимируется Поинтер Материал Опасити То есть Как бы Вот эту вот Треуголину Очень трудно Заанимировать По По скейлу Именно Вот Поэтому Я здесь Решил сделать Анимацию Просто Материала То есть Ну прозрачность Потому что Ну как бы Не знаю Почему там Эти точки Очень трудно Сдвинуть Куда-нибудь А так чтобы Ну если допустим Вообще Никак не анимировать То получается Вот эта вот Часть анимируется А вот эта вот нет И как бы Она смотрится Не очень Поэтому Хоть так Заанимировала Пока Так Ну что ж Здесь Как бы Изменение В том Что Раньше Здесь было Темп Там Темп плюс один Такое вот А сейчас Просто идет По одному И тому же Элементу Массива А не перескакивает Туда-сюда Ну а так В принципе Еще здесь Добавлена Сейчас Сфера Короче Здесь Я думаю Как бы Особо Рассказывать Не надо Просто Создается Объект Для чего Это сделаю Потому что Почему-то Я не знаю Почему Где-то Там В коде Теряются Теряются Данные Вот эти Вот И как бы Да Ну если Допустим Вот так Сделать Сюда Их Передать Пипел Пипел То из-за Сет таймаута Ну вот здесь Допустим Это было бы Из-за Сет таймаута Эти данные Как бы Удаляются И Их просто Нет Поэтому Их Кэширую Дополнительно В объект И уже С помощью Этого Я передаю Их В create Text Функцию А так В принципе Здесь Ничего Такого Сверхъестественного Не происходит Значит Здесь Код Остался Прежним Единственное Что Добавилось Еще Сфера Сфера Которая Типа NR Ну такая Как бы Атмосфера Которая Создает Значит Здесь Как бы Такие параметры Есть Как Цвет Который там Указан Выше Ну и Здесь Есть Параметры Где Она Как бы Находится Эта Сфера В данном Случае Получается Сейчас Я ее Включу Включу Ее Труе Труе Я ее Включил И она Должна Быть Смотрите Получается Изначально Камера У меня Смотрит Ну Типа Типа Сюда Ну вы видите Да Гренландию Там Видно И Британию Мелкобританию Вот этот Параметр Как бы Вектор Он отвечает Где Находится Как бы Вот Основное Пятно То есть Если Допустим Я сделал Один Сейчас Вы увидите Изменения Ну В принципе Я думаю Особо Там Заморачиваться С этим Не стоит Потому что Просто Ее можно Покрутить Вот Допустим Сейчас Видите Она тут Посерединке Тогда Я немножко Уберу На второй Экран Себе И Сейчас Я поставлю Двоечку Как и было Чтобы Вы видели Изменения Сразу Да Вот А сейчас Я допустим Поставлю Пятерку Чтобы Уже Более Наглядные Изменения Были Видны Если Вы Не заметили Вдруг Что-то Я их Сам Не замечаю Короче Я так Понял Здесь Просто Либо Либо Единица Либо Ноль И Все Да Видите Получается Сейчас Я Поставил Вот такие Вот Значения Вот Вектор 3.0.1.0 И получается Она Находится Внизу Если Интересно Вообще Ноли Поставить То Что То Как видите Эта сфера Вообще Теперь Не видна И она Просто Черная Ну вот Получается Прозрачность Такая То есть Здесь Обязательно Нужен Какой-нибудь Параметр По сути Он Как бы Вас Ну как бы Не должен Волновать Потому что Основное Это В принципе В этом Шейдере Это Вот эти Понятия Сейчас Вот эти Понятия То есть Intensity Density Можно За За Зум Зум Камеры За То Какую Изначальную Позицию Выбирать То есть Допустим Если вам Нужна Африка Изначально Да И здесь Какие-то У вас Данные Будут Визуализироваться То Соответственно Надо Надо Сделать Такую Возможность Чтобы Это Все В настройках Прописать Ну а так В принципе Я вроде бы Все Пояснил По коду Единственное Что Здесь Конечно Шейдер Он Такой Интересный Ве Вектор Здесь Зачем-то Нужен А Ну получается Там Есть Несколько Вариантов То есть Можно От камеры Допустим Зависело Чтобы А можно От Того Насколько Ты Ну Просматриваешь Это Все То есть По сути От Зрителя Так Сказал Интенсивность Поясину Это Просто Униформы Которые Мы Передаем С вами Уже А зачем Она Здесь Я вообще Не знаю Интересно Нам так Скомпилируется Шейдер Или нет Так Не скомпилировался Значит Че-то Эта Штука Зачем То Здесь Нужна А Вот Ж Она Здесь Есть Понятно Ну и Здесь Как бы Я Выставил Такие Параметры Но Они По сути Не Нужны Потому Что Они Так Они Ни На Что Не Влияют То Есть Не На Прозрачность Потому Что Прозрачность Здесь В данном Случае Регулируется Тупо Шейдером Хотя Нет Смотрите Интересный Вариант Получается То Есть Если Убирать Прозрачность То Я Так Понимаю Будет Просто Черный Цвет Но Сайт Фронт Сайт Точно Ни На Что Не Влияет Поэтому Его Можно Точно Убрать Как Видите То То Есть Прозрачность С данным С данной Настройкой Остается А В Сайт Или Фронт Сайт Тут Уже Не важно Потому Что Это Шейдер Он И так Виден По Факту По Сути Так Теперь Ну Здесь Просто Экосандер Этот Экосандер Здесь Радиус Минус 003 Тысячных Получается Потому Что Если Его Сделать Такого же Радиуса Как Основная Сфера То Получается Здесь Будут Артефакты Появляться Поэтому Ну Как Особо Не Заморачивайтесь На этот Счет И Добавляем Мы его К сцене Потому Что Потому Что Нам не Нужно Чтобы Эта Сфера Вращалась То есть Ну По сути Если Это Допустим Представить Космос То Солнце Солнце На данный Момент Если Вот В Такой В Таком Ракурсе То Где-то Справа Здесь Получается Оно Светит И Эта Часть Планеты Освещается А Это Нет Соответственно Вы Можете Сдвинуть По По У Поворачать Там Допустим Вот Так Плюс Один Да Чтобы Был Ну Не Минус Один А Просто Единца Соответственно Эта Сфера Сдвинется И Если Допустим Ее Анимацию Включить Сейчас Ну Групп Это Соответственно То Все Объекты Которые Нужно Чтобы Они Крутились Что Добавляются В Эту Группу Соответственно Это Все Вот Эти Две Сферы Там Флагштоки Все Эти Там Цилиндры Эти Ну И Как Видите Получается Сама Вот Эта Основная Сфера Крутится А Как Быть Атмосфера Она Остается Ну Имитация Такая Атмосфера Она Остается На Месте И Тем Самым Как Бо Более Более Красивая Картиночка Получается Сейчас Я Попробую Поменять Немножко Фон Потому Что Черный Он Немножко Светлым Немного Посветлее Сделать Вот И Как Видите Получается Как Бы Сама Сфера Вроде Прозрачная Но Из-за Того Что Есть Шейдер Она Становится Немножко Темноватой Потому Что Здесь Есть Определенные Опасити В Шейдере В этом Я думаю Вы поняли Не здесь А здесь По-моему Да Опасити То есть Здесь Она Задается Опасити Если Здесь Не забывайте Что Здесь Только Флот Числа То есть С плавающей Точкой Ну В смысле Я думаю Вы поняли С обычной Точкой Короче Потому Что Это Шейдера И Вот Видите Как Опасити Я сделал Единица И Теперь На фоне Ничего Не видно То Точно Так Такая Ситуация Как И С Транспарент Фолс Как бы Который Я сейчас Убирал Но Единственное Что Так Цвет Стал Ярче Намного Видите Да То есть Здесь Интенсивность Его Ярче А так Допустим Если Оставить 0.7 И убрать Транспарент Труд То Мы добьемся Того же Эффекта Но Цвет Будет Более Мягкий Вот Видите То есть Цвет Такой Более Такой Спокойно Получается Если Вот так Сделать То По сути Ну Получается Такая Атмосфера Если Сильно Его Не Крутить Потому Что Здесь Он Сильно Уходит В Неправильный Цвет То есть Атмосфера Не катит За атмосферу Вот Ну А так В принципе На данном Уроке Все Так Что Я хочу Добавить В следующих Возможно Уже Уроках Которые Будут После Крутящиеся Там Какой-то Модели Крутящиеся Как бы Девочки Которые У меня Там Есть На канале Посмотрите Так Ну Увидимся В следующем Уроке Крутящиеся Продолжение следует...